Всем привет! С вами Катя. Сегодня хочу рассказать вам историю моей беременности. Всем, кому это интересно, оставайтесь со мной. Свою беременность я могу вспоминать только с юмором, потому что со мной приключилось, пожалуй, практически все то, что может приключиться с беременной женщиной, из-за чего она обычно попадает на сохранение. Когда я увидела первый раз две полоски, моему счастью не было предела, потому что беременность была желанная, долгожданная. И я решила, что я буду рожать здорового ребенка, для этого я буду вести активный образ жизни, жить с мужем, во всех смыслах этого слова, быть активной, подвижной, заниматься спортом, ходить на акваэробику для беременных, дышать, гулять. Я буду делать все, как в обычной жизни. Но придерживалась этого плана я совсем недолго. Буквально пару недель. На пятой неделе ночью я проснулась и увидела кровь. Так как я не знала, это была первая беременность, я не знала, что это состояние, которое требует неотложной помощи, я себе расстроилась и легла спать, подумала, что я сейчас к врачу утречком схожу, и она мне выпишет какие-то таблетки, и все будет нормально. Потом я позавтракала, встала, вижу там уже мажет, уже не кровь. Потом я пошла в консультацию, через три остановки пропелюкала пешком, высидела там еще очередь огромную, которая бывает в консультациях обычно. Врач на меня так посмотрел и говорит, ты что, да тебе надо быстро в больницу, тебе надо кровоостанавливающий, постельный режим, все такое. Ты зачем вообще ждала утра, надо было сразу ночью в скорую звонить. Вот такая была моя первая ошибка. Ну ладно, все было нормально, мне назначили гормоны, кровоостанавливающий, постельный режим, сердцебиение на УЗИ не увидели пока что, еще там только плодное яйцо было. И сказали, что мы ждем сердцебиение и отпускаем тебя. Все супер, я дождалась этого момента, сердечко забилось на УЗИ, все было классно, меня отпустили домой, я теперь же поняла, чего делать нельзя, после чего у меня кровотечение произошло. Ночью, понятное дело, после чего. Потом я пришла в свою женскую консультацию с выпиской из больницы и с УЗИ. Врач посмотрела, увидела, что сердцебиение и решила отменить мне некоторые лекарства, которые я принимала, чтобы забеременеть. К сожалению, забеременеть по-другому не получалось, пришлось мне пить эстрадиол, потому что эндометрий в матке был очень-очень лысый. И, ну, Дивигель, может кто-то знает, кто мазал на живот. Вот, и она сказала, что раз мы уже слышим сердцебиение, то после установки первого сердцебиения Дивигель можно отменить. Я пришла домой, такая довольная, думаю, ой, как здорово, хватит мне его уже покупать, и отменила. В этом была ошибка моего врача в том, что она не знала, как правильно отменить Дивигель, поэтому прям буквально через полдня у меня сразу же влило опять. И я опять в ту же больницу с кровью объясняю, что я закончила Дивигель, и у меня сразу кровотечение, причем не так, как там было 2 капли на пятой неделе, а прям такое, хорошее такое, кровотечение было большое, достаточно обильное. Вот и врач говорит, ты зачем отменила Дивигель так сразу, нельзя было, у меня было по 6 грамм в сутки. Его надо было отменять не сразу все 6 грамм, а по 0,5 грамма, то есть я его должна была отменять, ну, больше, за срок, больше, чем за неделю. Опять я там пролежала, опять кровоостанавливающие, гормоны опять, уже мне это все надоело, только началась моя беременность, я уже буквально за какие-то 3 недели 2 раза на сохранении полежала. Приехала домой, начала беречься уже, я поняла теперь, от чего у меня кровотечение происходит. Ну, несмотря ни на все это, на 12 неделе, как по часам, у меня опять кровотечение. Непонятно, чем у нас спровоцировано, я опять попадаю в больницу, потому что, ну, понятное дело, кровь надо останавливать во время беременности. И врач говорит просто, что твой организм, наверное, никак не может понять, что он беременный, вот как в дни предполагаемых месячных, у меня постоянно кровь. В общем, вот так вот закончился мой первый триместр, на сохранении я лежала. Мне было вообще не сладко, токсикоза не было зато, я все ела подряд, там, слушала музыку прекрасную, которая мне нравится, смотрела фильмы, которые я люблю, делать мне было нечего. В общем, я пролежала, и так как у меня был отпуск, и я в отпуске попала на такой достаточно длительный больничный, этот больничный у меня перенесся на потом, то есть на второй триместр. Я уже приехала домой, и у меня все было так классно, у меня вообще ничего не болело, ничего не тянуло, не было никакой крови, не было никакого тонуса, все было так супер. Я, наконец-то, ходила и гуляла, и делала то, что я хотела, потому что второй триместр это самое-самое клевое время в беременности для меня было. Еще животика нету, а уже все вот это вот прошло, вся угроза, которая была в первом триместре, и можно вздохнуть было спокойно мне, тем более, что я была в отпуске. Так что мой второй триместр прошел на спокойной ноте, уже ближе к концу второго триместра у меня появилось нечто непонятное для меня. Я почувствовала, что мой живот резко напрягается, а потом расслабляется, причем это было не больно. Я сначала за всеми домашними делами даже не обратила на это вообще внимания, думаю, господи, как интересно, что это такое. То есть, когда тонус, он просто каменный живот, а тут он просто расслабляется, напрягается, расслабляется, напрягается. Потом я залезла в интернет, посмотрела, что это тренировочные схватки Брэкстона-Хиггса, так они называются. Это все нормально, матка готовится к родам, я думаю, о, супер, класс. Сейчас несколько раз в день вполне считается вариантом нормы, там, после 20-й недели. Но у меня почему-то они как-то пошли-пошли-пошли, и не несколько раз в день, а они уже прям пошли каждый час, потом в течение часа по 6-7 штук. И когда они уже встали каждые 3-5 минут, я занервничала, думаю, что это такое, почему в интернете ничего нету, пойду к врачу. В день я собралась, пошла к врачу, она говорит, о, нет, я такое не знаю, обычно они несколько раз в сутки бывают, раз у тебя вот так вот, вдруг это еще спровоцирует родовую деятельность, поэтому давай отправляйся на сохранение. Отправилась на сохранение опять. Мне там прокололи магнезию, и все, и они как-то успокоились, прокапали мне магнезию, точнее, они как-то успокоились, и снова начались в таком режиме, что 1-2 раза в сутки. Я недельку погуляла, я уже не помню, что было, я помню, что через несколько недель у меня опять эти же схватки, и опять в таком же режиме, каждые 3-5 минут, я уже понимаю, в чем дело. Мне надо магнезию. Пошла я к своему гинекологу, говорю, дайте мне... Она говорит, что, извините, у нас тут дневной стационар закрылся, так что езжайте в больницу. Это вообще издевательство какое-то. Ну ладно, поехала в больницу опять. Приехала, опять магнезия, и так как мне уже пришло время на работу выходить, я еще подумала, ладно, полежу в больнице, не хочу на работу выходить. Полежу в больнице, и там еще была возможность сразу в санаторий уехать. И я там с врачом договорилась, и она мне написала сразу в санаторий путевку. Бесплатно, там на 20 сколько-то дней. Я приехала в санаторий, там так хорошо отдохнула для беременных, там так было здорово, супер. Там все беременяшки были, ходили, мы гуляли, дышали свежим воздухом, питание прекрасное. Все очень понравилось, очень советую. Из санатория я уехала в больницу, меня оттуда привезли прямо на скорой, потому что у меня эти схватки шли каждые 3 минуты опять. В общем, они меня просто замучили. Я не знаю, было у кого-нибудь такое, может быть, это вообще ерунда, и не стоило обращать внимания. Почему-то мой гинеколог, она меня вот так вот напугала, что они могут спровоцировать родовую деятельность. И я решила не рисковать. Ну, приезжаю в больницу, а там у меня оказалось, что очень много, целый букет. Естественно, когда ты приезжаешь в больницу, у тебя сразу берут кровь и мочу, которые были плохие. В крови биохимия была. Показатели зашкаливали прям очень сильно, печеночные пробы. И сказали, что надо внутривенно помогать печени, внутривенно делать эссенциалии. Моча была плохая. Мне показалось, что там камни в почках, но их сказали не трогать. Теперь уже дробить нельзя, потому что я беременна. И так как уже у меня срок был где-то 24-25 или 26 недель, где-то что-то плод уже достаточно был большой. И так как я сама очень худая, я маленькая, у меня талия вообще меньше 60. Ну, где там все это может уместиться? И поэтому он немного давил на мочеточники, передавливал. И лоханки в почках были расширены. Моча там заставилась. И мне сказали, что нужно стоять в колено-локтевом положении. Хотя бы по 20 минут, 3 раза в день. Чтобы моча могла освободить почки и оттекать с них. Следующее, что нашли там у меня, это титры антител. Так как у меня резус отрицательный, а у мужа положительный, то... Вот так вот мне не повезло. У меня начинался резус-конфликт. И быстро начали мне это все убирать. Потому что это может к плохим последствиям привести. Не хочу даже думать, каким. Слава богу, у меня все это обошлось. Я помню, я ходила в солярий, уфо-солярий. Там до гола раздеваешься, и тебя облучают этим уфо полностью, чтобы титры эти убрать. И еще мне что-то капали, что-то кололи, что-то делали. И в конце мне вкололи иммунглоблин, чтобы эти титры вообще не появились больше. И после родов еще. Я делала иммунглоблин тоже, чтобы следующая древность была без проблем. Таким образом, в этой больнице мне полечили не только мои схватки, но и печенку почки, и титры антител убрали. И в конце начали, когда делать УЗИ, увидели, что воды мутные. В общем, к этим врачам только попади, они у тебя 150 болячек найдут. Врач сказала, что это, возможно, внутриутробная инфекция какая-то. Господи, хоть откуда она взялась. И назначила мне антибиотики. Туда проникли через плаценту, чтобы плод, если он заражен какой-то инфекцией, чтобы он выздоровел. Это еще не все было, что мне в этой больнице сделали. Мне еще поставили кольцо, так называемое акушерский писарь. Потому что была шейка укороченная, и пропускала полтора пальца уже было открытие. Ну, видимо, эти схватки-то шли, и они спровоцировали его открытие. Ставить вообще абсолютно не больно, снимать тоже не больно. Ничего не волнуйтесь, не переживайте, зато он берет на себя давление вот этой матки. И прекрасно я доносила всю беременность. Хотя у меня потом еще открывалась матка, сколько, по-моему, на два или на три пальца была открыта уже перед родами непосредственно. Все, что мне сделали в этой больнице, и отпустили меня домой. Третий триместр наступил. Пришло время УЗИ скрининга. Я пошла на это УЗИ, и мне сказали, что у ребенка фитоплацентарная недостаточность первой степени 1А. ФПН 1А. Не знаю, кто знает. Дословно, если простым языком сказать, это гипоксия у ребенка. И гипоксия самой легкой степени. Врач сказал, что теперь уже сделать обратно не получится, чтобы у ребенка не было гипоксии. Но можно хотя бы поддерживать, чтобы она не пришла в более сложную степень. В Б и в С, когда уже ребенка нужно извлекать. Что там ребенок у меня страдает не сильно, но тем не менее это плохо. Поэтому надо ложиться в больницу и помогать ребенку, чтобы эта степень не ухудшилась. Еще плюс к ФПН у меня тогда были отеки. Немного кольцо туго одевалось и на руках, и на ногах. Мне это в принципе не мешало. Вот что я и сказала врачу в моей консультации. Вот она мне ответила, что когда у вас отекают руки и ноги, это знак того, что в первую очередь в вашем организме отекает плацента. А это значит, что ребенку нечем дышать. Поэтому отеки надо снимать обязательно. Надо прокапывать какой-то раствор, не ходить с этими отеками, иначе у ребенка будет страдать гипоксией. Как я только услышала, что ребенку нечем дышать, я махом руки в ноги и в больницу. Мне там сделали барокамеру. Я ходила на барокамеру, то есть такая штука большая, ты туда ложишься и кислородом прям дышишь, дышишь, туда прям кислород попадает. Вот, кстати, кислород вообще без вкуса, без запаха. Лежишь, там к тебе подходит тетечка, ты как в такой ракете в огромной, как в скафандре в каком-то лежишь, к тебе подходит, говорит, ну как вы себя там чувствуете через окошко, тук-тук-тук. Я говорю, отлично, все супер. Это могло помочь моему ребенку тоже обогатиться кислородом. Недостаточность это была из-за того, что сосуды пуповины, что-то там с ними было не в порядке. То есть не поступало в полном режиме к ребенку все питательные вещества и кислород, в котором это должно было поступать. Врач сказал, что это не страшно, ребеночек рождается просто с энцефалопатией, и потом это в течение года все лечится, и впоследствии будут неосерезные. Полежала я там, полечила, вышла я тут где-то на 33 недели, потом я буквально несколько неделек побыла дома, и снова у меня эти схватки Брэкстона Хиггса каждые 5 минут. Я уже, кстати, к ним философски отнеслась, я уже терпела-терпела, наверное, дома сколько лежала-лежала, потом меня просто начал тянуть низ живота, и я решила, что, блин, тонус, наверное, 38-я неделя, рожу еще сейчас раньше срока. Когда я пошла к гинекологу, она мне сказала, ай-яй-яй-яй-яй-яй, она меня уже привыкла в больницу класть за все это время, она меня уже видит прям, о, Катя пришла в больницу. И уже она сказала, что, судя по моей карте, судя по моим анализам, по всему-всему-всему, у меня будет плановое гесарево сечение, поэтому езжай в больницу 38 недель, а то если у тебя еще схватки начнутся дома, придется тебе экстренные потом делать, езжай в больницу, там тебе все сделают правильно. Я приехала, да, там посмотрели врачи, сказали, что будет плановое гесарево, и с 38-й недель до 39-й, там, с копейками, я уже была там, ждала, когда у меня наконец-то произойдет процесс родоразрешения, который произошел успешно, прекрасно, у меня родилась моя малышка, я очень рада. Так что такая вот у меня была история.